Лягте на спину в удобное положение. Ступни поставьте на пол на ширине таза, колени согнуты. Положите руки вдоль тела, ладонями вверх. Вдохните, поднимая руки вверх вдоль головы. Выдохните, отводя руки обратно вдоль тела. Во время этого упражнения следите за тем, чтобы тыльная сторона рук касалась пола. Повторите упражнение пять раз. Цель состоит в том, чтобы расслабить плечевой пояс. Поверните ладони к полу. Дышите ровно. Оставаясь в этом положении, вытяните руки вперед, а затем поднимите их вверх и назад на пол над головой. Поднимайте их снова вверх и верните в исходное положение. Сделайте пять повторов. Делайте вдох, поднимая руки. Выдох при возвращении в исходное положение. Субтитры создавал DimaTorzok Вытяните руки вверх, пальцы направлены в потолок. Представьте, что вы пытаетесь коснуться потолка. Представьте, что ваши лопатки приближаются к позвоночнику, а руками тянитесь к потолку. Цель упражнения – привести в тонус под лопаточную мышцу. Одновременно вытяните обе руки к потолку, а затем расслабьтесь. Держите руки перед грудью и соедините пальцы. Постарайтесь оторвать руки друг от друга, но не расцепляйте их. Затем расслабьтесь. Повторите упражнение еще раз. Попытайтесь разомкнуть руки с помощью локтей, а затем расслабьтесь. Упражнение тонизирует мышцы лопаток. Мы расслабили плечевой пояс, который связан с шейным отделом позвоночника, и продолжим расслабление этой части тела. Попытайтесь положить подбородок на грудь, не отрывая головы от пола, а затем расслабьтесь. Повторите еще раз. Должно быть ощущение, будто кто-то тянет вашу макушку к вашим ногам. При выполнении упражнения, шейный отдел позвоночника приближается к полу. Не наклоняйте голову назад и не отрывайте голову от пола. Начните с предыдущего упражнения. Представьте, что вы вытягиваете шейный отдел позвоночника вдаль, и медленно поверните голову в одну, а затем в другую сторону. Повторите по пять раз в каждую сторону. Продолжение следует... Теперь давайте растянем трапециевидную мышцу, которая обычно укорочена. Начните с растяжки шейного отдела позвоночника и наклоняйте голову вправо. Сделайте короткую паузу в самом дальнем положении и вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение также в левую сторону. Продолжайте смотреть в потолок и не поворачивайте голову во время этого упражнения. Доклоните голову вправо, как будто хотите коснуться ухом правого плеча. Вернитесь к среднему положению. Пауза. Затем сделайте то же самое в левую сторону. Медленно вдыхайте и выдыхайте при каждом повторении, и старайтесь каждый раз дотянуться чуть дальше. Двигайте головой в сторону уха, а не подбородка. Повторите упражнение по пять раз в каждую сторону. Во время выполнения упражнения старайтесь держать плечи неподвижно. Не приближайте их к голове. Повторите упражнение по пять раз в каждом стиле. Держите голову, как в продолжении шейного отдела позвоночника. Держа руки вдоль тела, попытайтесь подтянуть их к пяткам, но не отрывайте их от пола. Одновременно вытяните голову вверх, глядя на колени. Задержитесь в этом положении и расслабьтесь. Это упражнение также прорабатывает трапециевидную мышцу. И последнее упражнение для расслабления шейного отдела позвоночника в положении лежа на спине. Выписывайте круги головой, не отрывая ее от пола. Глядя в потолок и введя подбородком, плавно двигайте головой из исходного положения, направляя подбородок к груди, затем в левую сторону, затем в верхнюю часть головы, затем в правую сторону. И, наконец, ваш подбородок снова направлен к груди. Повторите вращение 5 раз, затем выполните это же упражнение в обратном направлении. На протяжении всего упражнения лицо должно быть обращено к потолку. Можете позвать кого-нибудь помочь вам с этим упражнением. Согните руки в локтях. Сведите лопатки вместе, прижимая локти к полу. Расслабьтесь, и снова сведите лопатки вместе, прижимая локти к полу. Повторите 5 раз. Это упражнение растягивает грудной отдел. Теперь сконцентрируемся на поясничном отделе позвоночника. Держите шейный и грудной отдел позвоночника в удобном удлинении. Руки расслаблены вдоль тела, ладони на полу. Упрыгайтесь ногами в пол на ширине таза. Напрягите мышцы живота и ягодиц и прижмите поясничный отдел спины к полу. Расслабьтесь. Снова напрягите мышцы живота и ягодиц, при помощи которых вы прижимаете поясничную область к полу и расслабляетесь. Повторите. Напрягите мышцы живота и ягодиц и прижмите таз. Сделайте еще два повтора. Начните с предыдущего положения. Напрягите таз и поднимайте его позвонок за позвонком до уровня лопаток. Бедра и спина образуют прямую линию. Медленно и плавно вернитесь в исходное положение. Расслабьте мышцы живота и ягодиц. Прижмите таз, напрягая мышцы живота и ягодиц. Прижмите поясничную область к полу и медленно и плавно начните поднимать копчик, крестец, поясницу и, как в прошлый раз, грудную часть спины. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите пять раз. Поднимите таз и напрягайте только ягодичные мышцы. Сведите вместе ягодичные мышцы и расслабьтесь. Не опускайте таз. Держите его приподнятым, как продолжение позвоночника. Повторите упражнение десять раз. Цель упражнения – привести в тонус мышцы ягодиц. Медленно, в два приема, расслабьте таз близко к полу, но не касаясь его. И снова в два приема поднимите ягодицы. Двигаясь вверх, сосредоточьтесь на напряжении ягодичных мышц, расслабьте ягодицы и опустите таз. Убедитесь, что вы не касаетесь ягодицами пола. Снова поднимите таз, напрягите ягодицы, еще сильнее и медленно в два приема опустите таз вниз. Повторите упражнение десять раз, приведя в тонус мышцы ягодиц. И в последний раз переместитесь в два приема вверх и в два приема вниз. Опустите таз на пол. Согните колени и подтяните ноги к животу. Раскачивайтесь вперед-назад. Это расслабляет мышцы ягодиц, которые только что работали в предыдущих упражнениях. Одновременно вы массируете поясничный отдел спины. Расположите руки вдоль тела. А ноги вытяните и согните вверх к потолку, как для езды на велосипеде. Убедитесь, что поясница не отрывается от пола. Сделайте пять повторов. Обеими руками потяните одну ногу к животу. Вторую ногу положите на пол и расслабьте. Все время держите поясничный отдел прижатым к полу. Согните обе ноги на животе. Убедитесь, что у вас поясничный отдел прижат к полу. Поочередно опускайте ноги на пол и расслабляйте их. Оставайтесь в этом положении ненадолго, чтобы хорошо растянуть эту мышцу. Верните обе ноги к животу. Выполняйте упражнение медленно, подтягивая каждую ногу по очереди по пять раз. Это упражнение растягивает паховую и подвздошно-поясничную мышцы, на что часто не обращают внимания. Не забывайте, что во время упражнения поясница должна быть прижата к полу. Дышите ровно. Подтяните обе ноги к животу и возьмитесь за колени руками. Сделайте пять кругов влево, а затем пять кругов вправо. С помощью этого упражнения вы расслабляете и массируете поясничный отдел спины. Начните с предыдущего положения. Согните колени и возьмитесь за них руками. Прижмите колени к вытянутым рукам и почувствуйте, как уходит напряжение в области спины. Оставайтесь в этом положении примерно пять секунд. Ослабьте напряжение и подтяните ноги к животу. Оставайтесь в этом положении как минимум вдвое дольше и одновременно растягивайте мышцы поясничной области. Повторите упражнение. Прижмите колени к вытянутым рукам, медленно снимите напряжение в поясничной области и оставайтесь в этом положении. Прижимая колени к рукам, не поднимайте голову или плечи. Дышите ровно. Выдыхайте, снимая напряжение и подтягивая ноги к животу. В этом упражнении округлая поясничная область приятно растягивается. Дышите ровно и повторите упражнение пять раз. Уприте руки и ступни в пол на ширине таза. Уприте руки в бедра и попеременно поворачивайте таз влево и вправо. Движение исходит только от вашего таза. Ноги должны быть расслаблены. При движении тазом руки могут чувствовать попеременное движение вверх тазовых костей. Это упражнение расслабляет мелкие мышцы в области таза. А теперь давайте попрактикуемся в тазовых часах. Представьте себе круг в нижней части таза и в поясничной области. На этом круге поясничная область представляет воображаемые 12 часов, а ваш копчик 6 часов. Задняя сторона левого бедра представляет 3 часа, а задняя сторона правого бедра 9 часов. Набрягите мышцы живота и ягодиц и поместите таз так, чтобы поясница была на воображаемых 12. Затем полностью сконцентрируйтесь и вращайте тазом по окружности этих воображаемых часов. Имейте в виду, что движение происходит за счет движения мышц таза. Ваши ноги остаются неподвижными и расслабленными. Как и в предыдущем упражнении, положите руки на бедра и почувствуйте движение таза. Повторите упражнение 5 раз, а затем 5 раз в другом направлении. Шаг за шагом мы расслабили отдельные части всего позвоночника, включая область таза. Теперь мы будем растягивать его как целое. Держите ноги согнутыми и опирайтесь на ступни на ширине таза. Поднимите руки над головой, удерживая их на полу. Представьте, что ваша голова является продолжением позвоночника. И вытяните ее в направлении рук. Одновременно вытяните ягодицы в противоположном направлении к пяткам. Дышите ровно. Выдохните и расслабьтесь. Снова потяните руки, голову и ягодицы. Следите за тем, чтобы при вытягивании позвоночника не выгибать поясницу и не наклонять голову назад. Повторите упражнение 5 раз. Выдяните ноги на полу и держите руки поднятыми вверх, как в предыдущем упражнении. Мы растянем весь позвоночник. Это упражнение сложнее предыдущего, из-за большего желания выгибать поясничный отдел позвоночника. Вытяните пятку, затем пальцы ног, медленно чередуя. Это поможет стимулировать выгибание поясницы. Почувствуйте, как ваш позвоночник вытягивается вдоль своей оси. Снова повторите упражнение 5 раз. Опустите руки обратно вдоль тела. А теперь давайте сделаем два тонизирующих упражнения. Согните ноги и попритесь на ступни на ширине таза. Держите руки вдоль тела. Теперь согните шейный отдел позвоночника вверх. Постарайтесь прижать подбородок как можно ближе к груди. Медленно, позвонок за позвонком. Вернитесь в исходное положение. Выдохните и поднимите голову. Это тонизирует ваши глубоко расположенные затылочные мышцы. Медленно опустите голову на пол. Повторите упражнение 5 раз. Выполняя упражнение, не наклоняйте голову назад. Кроме того, вы не должны ощущать стреляющую боль в области шейного отдела позвоночника. Второе тонизирующее упражнение направлено на мышцы живота. Ноги согнуты, ступни на ширине таза, а руки вдоль тела. Постарайтесь прижать грудь к тазу, медленно поднимая голову и плечи, позвонок за позвонком. При этом руки слегка приподнимаются над полом. Вытяните руки к ногам и медленно позвонок за позвонком, опустите голову и вернитесь в исходное положение. Выдохните и повторите упражнение еще раз. Ошибки в этом упражнении довольно часты, поэтому будьте особенно внимательны, чтобы выполнять движения правильно. На протяжении всего упражнения держите поясничные позвонки прижатыми к полу. Не выгибайте поясницу, сконцентрируйтесь на сокращении мышц живота. Поднимите руки вверх и вытяните их вверх вдоль головы. Опустите ноги на пол и дышите ровно. Поочередно вытягивайте тело по диагонали. Сначала потянитесь в направлении правой руки и левой ноги. Выдохните и расслабьтесь. Чередуйте конечности. Теперь потянитесь в направлении левой руки и правой ноги. Повторите упражнение по пять раз в каждую сторону. Закончим этот комплекс упражнений, лёжа на спине, упражнениями на подвижность. Вытяните руки в стороны ладонями вниз. Положите правую пятку на пальцы левой ноги. Поверните ноги влево и одновременно поверните голову вправо. Вернитесь в исходное положение. Чередуйте ноги. Теперь положите левую пятку на пальцы правой ноги, руки вытяните в стороны. Поверните ноги вправо и при этом поверните голову влево. Повторите упражнение по пять раз в каждую сторону. Поверните ноги. Следующее упражнение очень похоже на предыдущее. Только теперь согните правую ногу и поставьте правую ступню на левое колено. Руки держите вытянутыми в стороны. Поверните ноги влево и одновременно поверните голову вправо. Вернитесь в исходное положение. Чередуйте ноги и повторите упражнение в обратном направлении. Повторите упражнение по пять раз в каждую сторону. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Согните ноги, ступни на полу, колени и лодыжки соприкасаются. Руки вытянуты в стороны, ладонями вниз, как в двух предыдущих упражнениях. Теперь поверните обе ноги вправо и одновременно поверните голову влево. Верните голову и ноги в исходное положение и повторите упражнение в обратном направлении. Снова повторите упражнение по пять раз в каждую сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok